Рад вас всех видеть на нашей уютной встрече, потому что хотелось бы с вами поделиться своим опытом, который мы за последний год набрали методом проб, ошибок, кое-какие выводы для себя сделали, хотели сегодня с вами обсудить. Меня зовут Сергей Магданов, я продюсирую один из местных региональных татарстанских проектов, который представлен широко достаточно в социальных сетях. И, наверное, для многих из вас может быть очень полезным опыт, который мы приобрели в плане развития этого проекта с нуля на новых платформах. YouTube мы, наверное, не относим к новой платформе, но тем не менее у нас есть определенный опыт в раскрутке, в создании востребованного информационного именно проекта на региональном уровне, это первое. И второе, наша работа с новыми платформами а-ля TikTok. Ну, Яндекс.Дзен, я не знаю, наверное, нельзя считать прям новой платформой, но многие ее по-прежнему побаиваются, хотя, в принципе, вполне себе. Вот. У нас будет презентации несколько видеоработ и где-то час. То есть, если у кого-то какие-то комментарии, мнения, я бы очень хотел, на самом деле, услышать от вас какую-то обратную связь, потому что наверняка у вас есть собственный классный, интересный какой-то опыт. Мы сегодня готовы подискутировать, я бы очень хотел подискутировать, услышать вас. Итак, загружается. Окей. Я знаю, что кто-то из вас участвует в этом конкурсе Вместе Медиа в качестве представителя, представляющего свой собственный какой-то проект. У нас сегодня наши работы были в номинации видео представлены. Кто-то из вас, может быть, их смотрел. У нас ребята подключались по Zoom. К сожалению, сейчас достаточно плотный график, поэтому лично прийти не удалось. И мы на самом деле те работы, которые сегодня представляли в рамках вот этого видео, номинации видео, они такие характерные для нашего контента. Обозначу для начала, о чем вообще проект «Татарстан.да». В принципе, если будет подгружаться презентация, как-то будет чуть полегче. Если есть какой-то коннект, коннект-дисконнект. Если нет пока презентации, давайте посмотрим пару видео, я бы хотел с них начать. Нет? Тоже нет? Нет, сейчас уйду. Ладно. Ну, не будем Соню тогда ускорять. Да, сейчас уйду. Так, отлично. Ладно. Окей. Татарстан, да. Давайте начнем с этого на полный экран. Для начала просто парочка видео для затравки. Лучше со звуком, если есть. Три слова просто загадаю, а вы отгадайте. Как на молодежном стенге опрокинули, кинули вот это вот сейчас. А вот интересно, есть сейчас люди, которые ловят покемонов? Но зато точно есть люди, которые ловят депутатов. Это я. Привет, друзья. Сегодня, как всегда, у здания госсовета в очередной раз на этом же месте для того, чтобы узнать, насколько свежи наши депутаты, а вернее, знают ли они молодежный сленг. Да, недавно я проверял эту тему на молодых людях и на взрослых. А вот как наша власть знакома со сленгом? Узнаем прямо сейчас. Вы закошмарили депутатов. Видите, раз у вас бы приходится их догонять, они от вас убегают. Некоторые приходят специально попозже, чтобы с вами не столкнуться кто-то пораньше. Доброе утро. Можно вас на минутку отвлечь буквально? У нас небольшой опрос. Мы запили двери. Должен ли депутат госсовета знать молодежный сленг? Ну, какой? Наверное, так-то должен. Обязательно, для того, чтобы работать с молодежью. Вообще, я молодежь уважаю. Я считаю, наша молодежь очень продвинутая. Все должны знать. Давайте вам три слова просто загадаю, а вы отгадаете. Как на молодежном сленге опрокинули, кинули вот это вот сейчас. Как это назвать? Жиза. Не знаю. Нет. Тоже не знаю. Совершенно не знаю. Это какой-то вообще тюремный сленг. Жиза? Ну, это что-то такое жидкое. Краш. Краш. Ух ты. Ну, от слова крэш, наверное, это, да? Краш – это, то есть, все, падение. Краш. Во, сложно. Ну, трэш-то я знаю. Вот крэш, я не знаю. Сейчас у Клавы Коки такая песня. Ты мой крэш. Краш – это связано с любовью, насколько я знаю. Это, то есть, человек либо ты в кого-то влюблен, либо в тебя влюблены. Они все идиотские лично для меня, поэтому просто ассоциативно что они означают? Ваши 54 года, конечно, они должны казаться идиотскими. Ну, мы это 54, еще похлеще ваших будет. Итак. Чилить. Не знаю. Чилить тоже не знаю. Ничего не понимаю, о чем вы говорите. Отдых. Ну, значит, что-то, что-то писать. Депутаты обычно любят чилить. Да. Болтать много, чирикать. Чилить. Ну, это понятно. Это как до отпуска еще. Это мы могем. Факап. Это, знаешь, что такое, запредельно такое, я не знаю. Факапит. Я помню, что факапит, факапит. Факап. Ну, это понятно. Что это? Ну, не буду говорить. Облажаться. Это, 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 директору школы точно нельзя говорить. Встречаться, по-моему. Нет? А фапать? Фапать. А фапать не надо, когда встречаешься, правильно? Правильно. Факап. Ну, как раз то, что я подумал про краж какая-то неудача, какой-то облом такой, да? Факап. Факап? Ну, это, опять-таки, клеить, там, кого-то. А фапать? Что это такое? Фапать? Ну, наверное, то же самое. Голосовать, может быть, за что-то, что-то выбирать, что-то... Ну, вот примерно так я себе это представляю. Это не образованность. В принципе, это да. Это, конечно же, передергивание, понятие на передергивание. А передергивание, это, кстати, фапать у них называется. Фапать? Да. Вы, вообще-то, осведомленный человек. Зашквар. Запалить. Что-то плохое? Ну, зашквар. Что-нибудь там не удалось, сорвалось. Позорище, наверное, какое-то. Ну, это вот, когда Прокофьев под Навального косит, вот это прям зашквар. Прокофьев косит под Навального? Ну, в блогах своих не смотришь, ютуб-канал его? У него есть ютуб-канал? Прикинь. О, зашквар, это что-то было нравится-не нравится, по-моему. Ну, а я конкретно... Мальчик, нравится или не нравится, по-моему, что-то типа такого нет? Не угадал. Так это ближе к крашу, наверное, все. А, это к крашу, да? Ну, плохое поведение. Так сказать, вляпался куда-то не туда. Ой, ну это плохое слово. Оно пришло из уголовной среды. Это означает что-то постыдное, что-то, что нельзя делать, нельзя трогать. Рофлить? О, нет. Слэнк в принципе засоряет литературный язык, в принципе. Это аббревиатура, это означает смеяться до слез. У меня дочери 20, старше лет 20, а 20 лет, а младше 7, поэтому я так немножко подкован. После наших сюжетов депутаты, между прочим, перестали опаздывать, ибо не хотели в конце ролика оказаться такие бегущие. Можно пару минут у вас? Опаздываю, принесу. Опаздывайте. Ну, это факап. Давайте я немножко начну с таких рассуждений. Можно, в принципе, презентацию запускать. Вот когда мы создавали и запускали, думали над нашим проектом, к чему мы вообще стремились, чего мы хотели. Есть так называемая стандартная информационная повестка, которую обычно отрабатывают все журналисты. Наверное, много таких журналистов есть среди присутствующих. Которые заключаются в неком наборе форм, подходов, видов, типов, оповещения, рассказа, анонсирования о каких-то мероприятиях, о каких-то событиях и так далее. Вот наша такая внутренняя сверхзадача, когда мы запускали, разговаривали между собой, я работаю в достаточно большом коммуникационном агентстве К9, внутри которого мы запускаем, экспериментируем постоянно с разными проектами, мы думали о том, как нам сделать вот этот видеопроект. С одной стороны, чтобы он был о новостях и повестке, которые происходят здесь и сейчас, в Татарстане, в Казани, в других городах. Но с другой стороны, чтобы он был понятен достаточно широкой, молодой аудитории новых медиа. Ютуб, хотя, как сейчас уже мы видим по нашей статистике, нас смотрят в основном 35+, 45+, и там до 60. Ютуб, не знаю, ТикТок, ВК, Инстаграм, это понятно и так далее. У нас была какая-то внутренняя сверхзадача придумать такие форматы именно на региональном уровне, чтобы людям было интересно смотреть вот даже вроде бы о депутатах, да? То есть, как мы обычно представляем материал стандартного регионального медиа про депутатов. Скорее всего, это отчет с какой-то стандартной сессии, скорее всего, это какие-то комментарии. Мы сегодня приняли такой-то законопроект. Но в конечном счете, что мы получаем? Мы получаем, что мало кто из молодых в принципе интересуется, но это мы вот это конкретно кейс разбираем, мало кто из молодых в принципе знает и понимает, кто там сидит в неком парламенте, в госсовете, первое. Второе, в принципе, что бы они ни рассказывали, как они улучшают нашу жизнь, это мало как-то пробивает на какие-то эмоции, да? И в-третьих, ну, в принципе, такого, назовем это, такого института, который принимает какие-то решения, который как-то влияет на нашу жизнь как парламент, но он, давайте уж объективно скажем, во многих регионах, да и в целом в стране уже очень и очень скептически к нему относится, это понятно. Вот, поэтому наша такая сверхзадача, которую мы для себя ставили, запуская этот проект, было рассказывать о каких-то даже стандартных, может быть, скучных вещах, но по-новому, так, чтобы ни один сюжет нам самим не был, ну, такой, индифферентен, да, чтобы мы не оставались равнодушными ни к одному материалу. И поэтому, когда мы обращаемся к повестке, к информационным каким-то там событиям, не знаю, мероприятиям, каким-то институтам общественным, государственным, мы всегда стараемся найти такой ракурс, после которого, ну, после просмотра сюжета, чтобы люди сказали, о, прикольно, интересно. И уже дальше мы внедряем, ну, если это нужно, какие-то новости, события, факты, мнения и так далее. Теперь по презентации. Это у меня такая, да, кликер есть, да, это у нас была такая вводная часть. Мы создали такой проект от Арстанда, это было ровно год назад, в конце января 2020 года, как раз за месяц до всей этой истории с пандемией, тогда, кто еще знал, мы рассчитывали на безоблачное приятное будущее. До этого у нас практически ничего не было, кроме одного корреспондента и оператора, которые работали для социальных сетей в формате видео и создавали некий контент, который мы тоже, ну, старались ребятам всегда подчеркивать, что делайте контент для соцсетей, что будет интересно пользователям соцсетей, подумайте. Вы не журналисты, говорили мы им, ребят, вы должны найти те интересные темы, заходы, ракурсы, которые были бы обсуждаемы в, ну, допустим, городских пабликах, в каких-то крупных инстаграмах новостных и так далее, да. Ну, вот за полгода работы они провели несколько прямых эфиров, сделали достаточно много видео и так далее. Вот это был самый такой известный материал в Казани, там больше 400 тысяч, это был предваряющий. Сегодня вы смотрели новую версию уже 2021, 2020 года, а это был 2019, и в ноябре мы выясняли, да, как там с кондукторами. И вот чего мы хотели бы от нового проекта. Понятно, что это огромное, ну, существенное вложение, понятно, что это большая работа, понятно, что это создание аккаунтов, их постоянное поддержание, взаимодействие с аудиторией и так далее. Чего мы хотели, вы видите, но вот я бы остановился на том, чего мы точно не хотели. Это стандартные подходы так называемых телевизионных новостников, это понятно абсолютно, я думаю, что каждый из присутствующих, наверное, разделяет эту историю. Когда вы обращаетесь к социальным медиа, к Ютьюбу, мало кому интересен привычный стандартный формат, давайте посмотрим, что там главное за день, ну, вот так, в кавычках, да. Второе, очень важный момент, почему я сегодня остановился, хотел бы отдельно остановиться на Ютьюбе. Подход к Ютьюбу у нас особый, специфичный. Очень часто у региональных медиа, и это касается крупных медиа, и в Татарстане, и в других регионах, да, Ютьюб превращается в такую свалку всего. Там есть и нарезочки каждого дня какие-то новости, и заявления каких-то глав районов, руководителей республик, каких-то областей и так далее. Там есть и про Путина, там есть и про Медведева, там есть и нарезки каких-то мировых событий, да, там есть и интересное интервью. Безусловно, если мы посмотрим ретроспективы, очень часто в видео, ну, там вы посмотрите популярные видео, условно, вот в Краснодаре, если не ошибаюсь, есть местный канал Кубань ТВ, у них есть несколько шикарных, интересных сюжетов и материалов, которые набрали по 5-7 миллионов просмотров в Ютьюбе. Вроде бы ребята молодцы, но с другой стороны, если отмотать последние там полгода их видео, мы можем наблюдать, что они не набирали больше тысяч просмотров. То есть это вспышка разовая. Вот мы от этого сознательно уходили, когда мы разрабатывали наш концепт. Нам не нужны вот эти случайные, странные миллион просмотров, если в заголовке есть Путин и митинги, условно, да? Нам этого точно не нужно, потому что, первое, мы работаем на местную региональную аудиторию, и работать с Ютьюбом на региональную аудиторию, это очень сложно. Вы все знаете, что и настройки Ютьюба, и алгоритмы Ютьюба, они заточены, условно, на русскоязычную аудиторию. Бах, там, они идут, ну, практически на, как минимум на всю страну, а скорее вообще на широкую такую аудиторию русскоязычную во всех странах, да? Нет, как таковой, настройки алгоритма, чтобы ты смог его продвигать именно вот на этот узкий регион. Ну, так было, как бы, когда мы это стартовали, мы это так воспринимали, так мы это понимали. И, ну, очень много было скепсиса вообще, в принципе, у партнеров, с которыми мы работаем. У нас достаточно большая сеть партнерских, подконтрольных, каких-то дружеских сообществ, с которыми мы работаем. И очень многие админы говорили, ребят, зачем вам еще один видеоконтент? Ну, еще один канал с видеоконтентом. Их уже, извините, там, вот просто вот так вот расчищая руками, огромное количество создано, создавалось, будет создано. Зачем? Для чего? Вот. Но мы понимали, к чему мы идем и чего мы хотим добиться. На сегодня вот это некоторые цифры. Вы можете зайти, посмотреть платформы, на которых мы присутствуем. Именно в наших проектах больше 60 тысяч подписчиков. YouTube сейчас 11 тысяч подписчиков за год. В TikTok, по-моему, 45 или 47 тысяч подписчиков. Ну, и остальные платформы. Ну, в самое популярное у нас Instagram. Почему здесь нет значка Instagram? Очень странно. В Instagram 45, по-моему, 46 тысяч подписчиков. Примерно 2-3 видео в день мы выпускаем. Одно из них — это такая небольшая нарезка топ дня. Я потом объясню, для чего она нам нужна. И все остальное — это такие большие крупноформатные материалы. Обычно мы делаем так называемый посев, размещение материалов по разным региональным, районным пабликам, городским пабликам. И это дает нам примерно 80-100 тысяч просмотров. Некоторые топовые материалы вы видели, как был здесь, например, 313 тысяч просмотров. Но это уже люди друг к другу пересылали и так далее, и так далее. Вот с форматами я бы хотел отдельно на этом остановиться. С форматами интересная штука, потому что, когда мы запускали наш проект, мы еще не очень знали, к чему мы придем. Вообще, это был формат эксперимента. Январь 2020 года, февраль 2020 года. И поэтому мы выбрали какие-то форматы удобные и привычные нам, с одной стороны. А с другой стороны, мы попытались совместить традиционные такие журналистские форматы с работой, ну, с вариантами то, что мы видим в YouTube очень часто. Это, вы видите здесь, а-ля пранки, но пранк-пранк-рознь, это тоже. Это какие-то социальные эксперименты и видеообзоры товаров-услуг. Это тоже у нас есть такая попытка сделать обзоры местных каких-то интересных потребительских товаров. Что из этого осталось в конечном счете? Остались репортажи и социальные материалы, да, такие, как бы, проблемные материалы. Социальные эксперименты, да. Опросы мы делаем периодически. Обязательно, и это наш топовый контент, это видеографика и эмоушн-графика. Обязательно мы делаем топ дня ежедневный дайджест новостей, но это у нас идет по сетке социальных сетей, и в YouTube это не выходит, потому что там всего лишь минута. Пранки, мы практически от них отказались. Видеообзоры бывают. Интервью сейчас очень редко. Мы пытались интервью делать в разных форматах. Подкасты, просто интервью, какие-то, не знаю, монологи. Не очень это заходило. И, в общем, мы поняли, что, на самом деле, во многих регионах это проблема просто найти какого-то классного героя, который бы тебе что-то интересное рассказал. В Татарстане уж таких, я не знаю, вот тут есть коллеги, кто работает в постоянной информационной повестке, таких героев, которые точно тебе дадут 100 тысяч просмотров, но раз-два обчелся, да. А я думаю, что есть регионы, где, дай бог, там 2000 просмотров будет. Попробовали мы экспериментировать с документальными фильмами. По нашему заказу студия одна сделала нам документальный фильм про историю поселка на Каме, Камские поляны, где должна была быть атомная электростанция. Ее заморозили в конце 80-х. Люди с тех пор живут в такой ежегодной, я бы это сказал, знаете, как белки бегают в колесе, вот у них каждый год им что-то новое предлагают. То там казино должны внедрить, построить, то там какой-то новый экономический туристический центр. И вот все как-то, ничего не получается. Вот так они 20-30 лет работают вахтенным способом в основном. Но материал в Ютьюбе на данный момент пока не очень этот зашел. Несколько таких способов, принципов, как мы работаем с контентом. Первое, это мы всегда экспериментируем и что-то пробуем. По крайней мере так было в самом начале. Сейчас мы чуть-чуть меняем подходы. Очень важно всегда, когда я работаю, я как продюсер, как редактор, когда я работаю с конечным корреспондентом, автором этого материала, я всегда задаю простой вопрос, сформулируй, что там самое интересное. Если человек в 3-5 слов не уложил, это все, это сложная история, ее нужно докручивать. Условно эти 3-5 слов это наш ключик к сердцам, к умам, к эмоциям зрителя. Если эти 3-5 слов меня зацепят, зацепят самого автора, все, значит сюжет, скорее всего, должен получиться. Всегда есть право на ошибку. У нас, в принципе, нет каких-то жестких дедлайнов. Мы стараемся ребятам давать относительную свободу, но тоже она так в ограниченном режиме. Потому что мы понимаем, что это не телевидение, у них нет требований обязательно к 7 часам вечера, например, к вечернему выпуску новостей, сдать материал. Мы все с вами прекрасно знаем, что чаще всего из этого получается стандартная нарезочка, стандартный сюжетик на минуточку, на полторы, пару комментариев, и что-то такое точно не для нас. И очень важный подход, мы всегда спрашиваем, для кого это, кого это касается. Условно, если эта тема касается жителей конкретного микрорайона, поселка, это хорошо, это всегда хорошо. Если это такой слой тонкий масла, размазанный по всему бутерброду, непонятно для кого, непонятно как, нам это, честно говоря, не сильно интересно. Мы всегда говорим, кто твой конечный, кто должен тебя посмотреть, кто тебя должен переслать в WhatsApp своим друзьям, знакомым и так далее, ну или в Telegram. Как мы ищем темы? Ну, это объективная и понятная история. Я бы здесь добавил, наверное, ну или выделил важный момент, что мы всегда обращаем внимание на привычные темы наших коллег, журналистов, каких-то других ютюберов, но думаем, как мы их можем переделать по-другому, под наш формат. Очень хорошо сейчас, когда мы собрали определенный социальный такой капитал, капитал в виде подписчиков, очень хорошо сейчас работают директ и личные сообщения. Очень многие люди к нам обращаются за помощью. У нас такая проблема, у нас такая проблема, приедьте, снимите. Это отлично, это работает прекрасно. Всем советую всегда листать архивы. Что у вас было год назад, два года назад, все новое, хорошо забытое, старое. Это очевидная истина. Теперь немножко по стилистике подходов к самому контенту. Вот мы всегда говорим, ребят, мы на самом деле экспериментируем, мы не специалисты большие в ютюбе. Мы сами брали несколько таких лекций, мастер-классов, советы брали. У нас в Казани есть несколько крупных каналов ютюб, там 500 тысяч подписчиков. Мы у этих специалистов всегда консультировались, спрашивали, как лучше так, 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 так. Но вот по ходу нашей работы мы выработали вот такие вот стилистические внутренние какие-то подходы. У нас всегда в кадре, но мы стараемся, если это проблемный сюжет, есть автор. И автора, ну, я бы не сказал, что никогда не бывает много, но в принципе, даже если герой рассказывает о какой-то проблеме, мы не отстраняем автора от него. Очень часто они идут, вот тут есть один из пунктов, по-моему, где-то динамика, да, очень часто они все вместе идут, приходят на место, показывают, автор взаимодействует, коммуницирует, что-то от себя говорит. И это добавляет сюжету искренности, добавляет эмоции, добавляет какого-то особого шарма. Вы видели даже в примере с Артуром, когда он какие-то от себя комментарии говорил относительно того, что ему говорили депутаты, да, что на самом деле это интересно. Даже его реакция на то, что сказал депутат, иногда бывает ценнее, чем то, что сказал сам этот герой. Из важных моментов, безусловно, мы всегда даем право, возможность высказаться второй стороне конфликтной, до какого-то времени это было у нас так не сильно обязательно, потому что мы воспринимали, что, ребят, ну давайте как бы мы вот сейчас пытаемся, мы пробуем, у вас не получилось взять комментарий второй стороны, ну как бы не страшно, вроде как, да, но понятно, что со временем мы все-таки пришли к этому, что это обязательная история. Очень важно наличие нескольких героев в сюжете. У нас ребята пытались иногда упрощать и, знаете как, ну вот у меня есть интересный герой, она готова рассказать вот об этом, об этом, ну давай сними. Поехал, снял на 20 минут длиннейшую историю от этой героини, перебился в сюжете несколькими какими-то документами, еще чем-то, может быть какой-то юрист вставил, да, там в какой-то момент, но просто в какой-то момент проходит 5 минут этого сюжета, 7 минут сюжета и возникает вопрос, а есть вообще люди вокруг еще? То есть ощущение, что сюжет построен на мнении единственного человека, то есть всегда, когда есть проблемная история, желательно там наличие 3-4 каких-то разных героев в сюжете. Затем, что здесь из важного? Тизеры, я не знаю, наверное, те, кто работает с ютубом, это прекрасно понимают, но как минимум для крупных сюжетов 3-5 минут тизеры must have, вот просто. Потому что это ваш крючок, как еще прекрасный, замечательный наш спикер Александр Абрахимов, находящийся здесь в этой студии в 2005 или 2007 году на фестивале вместе радио в Нижнем Новгороде, говорил нам, где ваши тизеры, вы в самом начале программы должны заставить человека дослушать до 20 минуты. Вот мы сейчас вашими стопами, Александр, да. Так, постановочные кадры. Я должен, Соня, если не сложно, давайте посмотрим один сюжет. Постановочные кадры – это важная история. Сюжет называется «Что бесит в Казани?». Вот, давайте просто для примера я… Привет. Если можно, начало самое. Я сейчас просто прокомментирую. Привет. Смотрите, постановочные кадры. Вот мы все понимаем, что YouTube, мы все с вами пользователи, да, YouTube, если посмотреть статистику 2020 года, по-моему, 80 или 85% людей, которые сидели в самоизоляции, их основной источник информации – это был YouTube. Это огромное количество исследований различных на эту тему, да, и мы все понимаем, что так или иначе YouTube – это история не столько про вот она, там, правда жизни, хотя, конечно, это правда жизни, но очень часто это просто шоу. Человек включает для того, чтобы насытить себя, я не знаю, эмоционально, информационно, еще как-то. Мы в какой-то момент поняли, что без элементов постановочных кадров, не противоречащих при этом правде жизни, мы, наверное, не будем обходиться. И на удивление мое лично, вот коллеги, если ребята смотрят, я знаю, что они должны были подключиться, я им говорю большое спасибо, они сами до этого в какой-то момент дошли. Вот самый первый кадр этого сюжета начинается с постановочного. Давайте посмотрим, там, буквально полминуты-минуту. Привет. Здрасте. Что тебя больше всего бесит в Казани? Когда ко мне всякие корреспонденты подсаживаются. Все, можно дальше смотреть. Если хотите досмотреть. То есть, понимаете, я посмотрел этот сюжет, вот я, насколько человек уже замученный нарзаном, то бишь всеми этими видеоматериалами, которые мы каждый день смотрим, да, я такой посмотрел этот тизер и такой думаю, так, дайте-ка я еще раз пересмотрю, что это было. Пересмотрел еще раз. Посмотрел, потом сюжет до конца, опять вернулся к началу. Потому что достаточно симпатичная девушка, нестандартный вопрос, нестандартный ответ. И, не знаю, меня это зацепило лично. Не знаю, как бы присутствующих, да. Но мне показалось, что это очень интересный ход. Потом неяс признался, что он просто нашел эту девушку в торговом центре. Он уже опросил 30 человек на вопрос, что их бесит в Казани. И подошел к ней и сказал, ну, они как-то пообщались и сказал, слушай, а можешь вот так вот ответить? Мне нужен такой какой-то яркий кадр в самое начало моего сюжета. Да, хорошо. Я думаю, что из присутствующих никто, наверное, не бросит камень, что мы как-то там соврали и так далее. Мы привлекли внимание, мы зацепили внимание аудитории, и, скорее всего, аудитория захотела досмотреть до момента, где эта девушка там дальше как-то коммуницирует. Что ты хотела сказать? Нет? А, мне просто. Окей. И очень важный момент. Внимание к звуку, это понятно. Я думаю, что это тут вопросов никаких нет. Но мы брали даже несколько таких мастер-классов у казанских звукорежиссеров, кто постоянно работает с YouTube, с видео, которые рассказывали, подсказывали, как правильно работать со звуком, потому что у ребят у нас постоянно возникали проблемы со звуком. Сейчас я, дай бог, больше не будет их. И когда говорит герой, когда идут какие-то комментарии героев, мы стараемся всегда дублировать титрами. И вообще, даже в материалах, где нет слов, допустим, каких-то героев, да, где просто, допустим, нарезка чего-то, рассказываем о каком-то месте, о какой-то, не знаю, новом объекте, мы всегда титры дублируем словами. Почему? Потому что, как выясняется, и я думаю, каждый из вас может по себе, по своему опыту подтвердить это, модели потребления такого контента, особенно в YouTube, они очень разные. Есть те, кто слушает утренние развороты на «Эхо Москвы» в качестве просто таким фоном, но это происходит в YouTube, не подкастом, а они включают YouTube и трансляцию, да. Есть те, кто, наоборот, едет в транспорте, например, отключает звук и смотрит, читает титры. Поэтому мы стараемся делать такой двойной подход и титры, и звук. Теперь один из важных вопросов, как вот в такой проект кто там должен работать вообще, кто это? Это журналисты, это какие-то блогеры, как-то их воспитывать и так далее. Что у нас сформировалось, что у нас получилось за этот год? Ну вот это наша команда, ребята, которые сейчас в кадре в основном. Первое, безусловно, вам нужны, нам нужны люди с небольшим хотя бы, а лучше большим опытом в масс-медиа в качестве таких редакторов, да, редакторов, продюсеров, называйте как хотите, тех, кто постоянно будет направлять прекрасных, замечательных авторов, и которые будут им подсказывать, лучше так, лучше так, давай, а это уже было, об этом были сюжеты и темы 10 лет назад. Дело в том, что, ну тут мы делим просто свои роли, ребята не всегда в информационной повестке, ребята не всегда следят, как там развивалась эта ситуация там год назад, полгода назад, два года назад. Мы им всегда подсказываем, мы им помогаем. При этом вот среди тех персонажей, которых вы здесь видите, профессиональных журналистов, ну вот Айрат Галимов, очень известный в Казани, в Татарстане, журналист, тележурналист именно, Ксения Антонова из Челнов, тоже, в общем-то, профессиональный журналист, но сейчас ни с кем не связано узами профессиональными, скажем так, кроме нас. Вот особое внимание Руслану, человек, который пришел в январе прошлого года, и у него был образ парня с района, причем в худшем понимании этой формулировки, то есть такой был конкретный чувак, который пришел, сказал, ну что, я делаю там всякие пранки у себя в аккаунте, в инстаграме, что вы мне можете там предложить, что как, я говорю, Руслан, слушай, ты классный парень, у тебя, я посмотрел его сюжет, мне его порекомендовали, я говорю, слушай, у тебя классный подход, у тебя классный образ, яркий, интересный, давай мы с тобой попробуем что-нибудь поделать, да, вот просто попробуем, но нам нужна социалка, нам не нужны твои пранки ради пранка, то есть, о, я решил пошутить, не знаю, там, над соседом, ха-ха-хи-хи, то есть, нас это не сильно волнует, давай твои пранки будут, как я уже там обращал внимание 2-3 слайда назад, социальные, да, давай твои пранки будут вести к какому-то выводу, какой вывод, условно, казанцы доброжелательны или недоброжелательны, жители Татарстана любят, там, гостей или не любят, там, какие-то другие стороны нашей социальной жизни, там, помогут ли инвалиду, не помогут инвалиду, и мы с ним начали работать вот в этом ракурсе, было сложно в какие-то моменты, в какие-то моменты человек, который никогда не работал в медиа, в принципе, да, это вот история про, о, я хочу стать известным, хочу стать знаменитым, вот, вот у Руслана оно так в принципе и случилось, потому что в какой-то момент у нас с ним было очень много таких зарубов, он говорил, я не хочу это делать, зачем вообще вы меня просите это, я не журналист, зачем брать комментарии у кого-то, я просто рассказал историю вот там бабушке, которая, нет, Руслан, позвони, пожалуйста, узнай, мы с ним долго над этим работали, но сейчас, по прошествии вот этих там 12 месяцев выясняется, что у Руслана в принципе самые, ну, после контента, связанного с разными объектами в республике, у Руслана самые топовые по просмотрам сюжеты в нашем YouTube-канале, и это удивительно, но, по-моему, вот когда говорят про новую искренность, да, про то, что не какая-то вот постановочная история, а когда человек, вот он вышел, как он есть, у него первый сюжет, если вы посмотрите, там отмотаете нашу ленту на полгода, может быть, 8 месяцев назад, это такой парень в выцветшей маечке, такой пузатенький, такой, ну, у меня вот такая вот история сегодня, которую я хотел с вами вам рассказать, ребят, очень странно выглядело, и часть партнеров, каких-то там друзей, кому мы показывали этот контент, говорила, слушайте, очень странный чувак, может, не нужно его использовать, пожалуйста, а другая часть говорила, слушайте, такой классный парень, где вы его нашли? И на самом деле здорово, это здорово, здорово, что полярность мнений, он не оставляет никого равнодушно, молодец. Ну, Артур, Кортес, Нияс, вы сегодня, Гатаулин, вы сегодня видели их материалы, те, кто смотрел секцию видео, ребята с опытом работы в журналистике, но никак именно, вернее, Артур работал на местных каналах, да, Нияс практически не работал, но он очень хотел себя попробовать именно в видеоформате, в прошлом, позапрошлом году он с этим к нам пришел, сказал, дай тебе попробую, и мне кажется, что они развиваются, мне кажется, что они тоже определенным образом задают тон нашему проекту. Немножко о том, как у нас построена работа в команде, это всегда важно, то есть, грубо говоря, со стороны, да, я должен сказать, что мы их всю эту вот ораву, всю эту прекрасную братью вывели вообще в отдельный офис, они не находятся там рядом со мной, рядом с моим коллегой-редактором, ну, мы как такой мозговой центр, да, они находятся в отдельном офисе, это где-то там 10-15 минут ходьбы, и мы не сидим, так сказать, не висим у них над душой. У них есть такой человек-координатор, который по СММ у нас также работает, который подсказывает там у кого, когда, какой сюжет должен выйти и так далее, да, но в принципе у них нет обязательства ровно в 9 прийти на работу, ровно в 18 уходить с работы, там досидеть обязательно, да, но у нас с ними есть определенный план, график, какой-то определенной выстроенной логикой работы, и мы, собственно, вот в таком формате с ними и трудимся. Здесь важный момент, что им очень комфортно работать парами. Стандартно на телевидении, знаете, как, кто свободный оператор, того прикрепляют к какому-то свободному корреспонденту, и давай вперед. Вот, у нас ребята все-таки работают парами, иногда это, может быть, там, назовем, ну, не круглые сутки, но иногда в ночную смену, потом надо с утра что-то доснять и так далее, и так далее. Для них это нормально, они понимают, что главное для них это результат. Ну, монтажеров, уж когда есть какой-то свободный монтажер, он берет актуальный материал. Я считаю, что у нас сложился микроклимат в команде, правда, не всегда там кто-то выдерживает какой-то нагрузки и так далее, но это вопросы притирки. И мы периодически привлекаем новых людей, просто новые лица. У нас было несколько попыток работы с местными там журналистами, блогерами, приглашали их, были молодые ребята, вообще неоттесанные, которых немножко набивали руку мы им, там, в течение месяца-двух они работали, кто-то уходил, кто-то оставался. Это нормально. То есть стандартно мы берем, предлагаем человеку, хочешь с нами попробовать поработать, просто включайся в наш коллектив на месяц, да, помогай. В каком-то сюжете, может быть, ты будешь как такой второстепенный герой, может быть, где-то просто поможешь что-то подснять, но это полезно будет тебе, мы уж посмотрим. Жесткого графика нет, но есть еженедельная планерка обязательно, ежедневный отчет. Это мы требуем обязательно, ребят, что сегодня сделал и что планируешь завтра, да. Это, ну, немножечко дисциплинирует, скажем так, хотя объективно бывает, что ребята там, я доснимаю, я доснимаю, я демонтирую, я демонтирую. Ну ладно, как бы мы даем им это право. И вот такую онлайн-таблицу ребята заполняют, это в конце декабря. Теперь самое, наверное, такое важное, интересное, потому что YouTube для нас это вообще отдельный мир и отдельный спецпроект. Вот стандартный подход медийщиков в интернете даже, он какой, сколько бы мы не произвели видеоматериала, мы его весь во все наши соцсети как-то расталкиваем. Ну, не у всех, конечно, и не всегда, но в основном это так. То есть YouTube становится таким видеохостингом, видеофайлообменником, что ли, не знаю, хранилищем всех этих видеофайлов. Видеосвалка, да. Первое, у нас есть отдельный менеджер по работе с YouTube, это тот же, по сути, редактор проекта, но это человек, который от и до погружен именно в структуру, во внутреннюю кухню YouTube. Почему? Это огромная, на самом деле, ежедневная почти работа по опротестовыванию страйков, страйков, попыткам кинуть нам какие-то жалобы, отбивание от этих жалоб, да. Это регулярный таргетинг, взаимодействие с рекламной службой Google, это вообще отдельная история. То есть у нас были случаи, когда мы 3-4-5 раз пересылали, скажем так, и опротестовывали те отказы в рекламе, которые были, ну, в продвижении рекламных наших роликов, и в результате какой-то, видимо, то ли другой агент, то ли какой-то другой человек, то ли просто сам алгоритм все-таки разрешал нам таргетировать тот или иной сюжет. Это всегда вообще вот не понять. То есть я каждый день с Женей, с коллегой обсуждаю тему, как раз он у нас этим занимается. Он говорит, слушай, сегодня я не знаю, к чему они привязались, у нас сегодня сюжет вообще про зайка. То есть самый добрый, самый нежный сюжет, который может быть, YouTube его, ну, Google почему-то не пропускает. И вот эта ежедневная работа, это достаточно кропотливая и сложная история. Хронометраж. Вот мы все-таки там после консультации, собственным путем ошибок, проб, поняли, что 5 минут это минимум, наверное, для YouTube. Бывает, бывают очень оперативные какие-то темы. Условно, наверное, один из первых наших топовых, ну, для нас топовых материалов в YouTube был связан с гибелью депутата Госдумы Айрата Хайрулина, который разбился у нас год назад чуть больше на вертолете. Мы сделали быстро нарезку, коллеги из бизнес-онлайн тоже такую нарезку делали, насколько я помню, и они, наверное, собрали гораздо больше, там, может быть, 1050 просмотров, но у нас это было там около 14-12 тысяч, это было неплохо. И, в принципе, сейчас мы стараемся поддерживать этот ритм, когда есть возможность такие вот оперативные материалы отрабатывать. Ну, про тему я уже сказал, на очень четкую аудиторию, очень понятную аудиторию. Описание. Вы все прекрасно понимаете, что там текст на обложке, это точно не равно тому, как должен выглядеть заголовок и текст описания и подачи, это понятно. И сейчас мы приходим к тому, что вот наш канал, для того, чтобы он развивался с точки зрения и воспринимался нормально с точки зрения алгоритмов Ютуба, он должен быть, условно говоря, каналом вдуть или редакция. То есть это должны быть очень понятны для алгоритмов, для роботов Ютуба набор форматов. Мы сейчас сократили количество форматов, которые у нас были отдельно и создали второй канал на Ютубе. И, например, те же самые очень короткие новостные сюжеты и какие-то актуальные темы. Ну, допустим, у нас вчера была история, как в Нижнекамске поймали педофила, который пытался приставать к девочке маленькой. Мы поставили, на основной канал мы эту историю не ставили, не публиковали, потому что там всего минутная нарезка. Но мы потенциально воспринимали, что, скорее всего, этот контент может собрать какое-то количество приличных просмотров именно в Ютубе. И так и случилось. Около 5000 просмотров за сутки. В принципе, для минутного ролика нарезка, который в производстве, это час максимум работы, не так плохо на самом деле. И какие форматы мы оставили? Ну, здесь это просто случайный набор. Мы оставили в обязательном формате видеонабор таких кадров с коптера, которые у нас специально человек снимает по разным объектам, разным каким-то новым местам, интересным локациям в Казани и в Татарстане. Это первое. Это разные эксперименты социальные. Это какие-то социальные проблемы, опросы периодически. И вот, наверное, 3-4. То есть, из последнего, от чего мы сейчас точно с главного канала будем отказываться, это вот, например, у нас была такая подборка видеозарисовок, видео таких репортажей, бесед с историком местным Валерием Грязновым. Он очень, кстати, неплохие результаты относительно давал. 6, 7, 10 тысяч просмотров. Он рассказывал про историю Заречья. Это такой старинный Казанский район, в котором там ковалось еще при Екатерине, он был, вернее, при Петре I адмиралтейство было создано, и он развивался очень мощно, такой заводской район. Но мы поняли, что алгоритмы Ютьюба его, в принципе, не должны видеть в нашем основном канале. Поэтому теперь это, скорее всего, будет такое опциональное на другом канале. Очень важна работа с обложками и значками, так называемые. Это прям вот обязательное условие. У нас есть дизайнер, который, грубо говоря, заточен исключительно на эти обложки. Рекомендации по обложкам вы здесь видите сами. Все очень понятно, все очень четко. Мы, смотрите, ну, несколько таких лайфхаков. Первое. У нас прошло несколько специальных фотосессий наших авторов, материалов. Мы попросили их максимально эмоционально сфотографироваться в разных форматах. Не знаю, так, 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 задумчивые, возмущенные и так далее. Для того, чтобы у дизайнера был всегда набор шаблонов, которые он может использовать. Словно, Руслан расстроенный, Руслан удивленный, Руслан плачет, Руслан смеется и так далее. То же было самое и с другими ребятами. Более того, вот вы видите, как разводят женщин в клиниках красоты Казань. Это, наверное, для многих городов актуальная проблема, потому что очень часто там звонят а-ля мошенники, говорят, приходите к нам, у нас бесплатная вот эта консультация, потом навязывают кучу кредитов и так далее. Вот это была женщина-героиня, которая сама сказала, а давайте я у вас снимусь и для обложки. Ну, они достаточно неплохо с Ниязом, с автором сюжета ВКонтакте общаются. И она говорит, слушайте, я не против приехать и даже пофотографироваться для обложки. Вот, ну вот видите, что получилось. В принципе, я думаю, что может вызвать какие-то обратные эмоции и любопытство, как минимум. Стилистика обложек, безусловно, она единая. Но если вы тоже посмотрите, мы со временем меняем эту стилистику, потому что мы понимаем, что, может быть, люди привыкли к той, к старой, немножечко уже устали от нее, пытаемся что-то освежить. CTR, вы все знаете, это, соответственно, взаимодействие и клики, там, реакция на обложку. В принципе, YouTube считает, что неплохой результат от 2 до 10%, да, стандартно. Но есть разные каналы. Вот у нас максимум, который собрал CTR, который был CTR зафиксирован, это подробности спасения пса из гаража. Но надо сказать, что это история, которая тут такая всколыхнула определенную часть нашей аудитории. И для многих эта тема, в принципе, сама по себе была интересна. То есть там первый сюжет был о том, как какой-то нехороший человек запер на месяц собаку в гараже. И в течение месяца собака скулила, выла, ее подкармливали местные жители. К сожалению, никаких движений по освобождению собаки не было. Руслан приехал, снял сюжет. После этого куча местных телевизионщиков, журналистов заинтересовались. Тоже ездили, снимали сюжет про эту собаку. И мы его попросили через несколько дней сделать продолжение истории, что же там такое. Но объективно, с точки зрения стороннего зрителя на YouTube, подробности спасения пса из гаража, это, ну, немножечко такая отвлеченная история. И вряд ли бы кто-то сторонний кликнул на это, да. Но 20%, вот вы видите CTR для значков видео, 20%. Я считаю, что это неплохой результат, видимо, и в том числе с точки зрения той аудитории, которая искала. Я, кстати, в какой-то момент стал обращать внимание, что если в Google набираешь «Татарстанда», вылезать вторым словом, предложенным «собака». То есть люди стали уже «Татарстанда, собака», что там произошло с ней, чем закончилась история. Ну, кстати, история закончилась достаточно хорошо. Насколько мы знаем, насколько нам удалось установить, собаку все-таки хозяин вывез ночью на строительную базу, и она живет теперь в другом районе на строительной базе на свежем воздухе, уже не закрытая в гараже. Ну, вот видите, по CTR-у несанкционированный митинг в Казани. Кстати, 16%, это недавно мы делали прямую трансляцию, 50 тысяч просмотров для YouTube, но мы чуть позже остановимся еще на прямых трансляциях. Я считаю, что это уже даже не столько картинка, сколько сама тема, люди реагировали на тему. Из других высоких CTR-ов, «Тирак в Кукмаре, как Виталий Антипов пытался поджечь», «Социальный эксперимент, продадут ли колхознику автомобиль премиум-класса», и так далее, и так далее. Окей. Еще несколько принципов, подходов, как мы работаем с YouTube. Да, это вопрос, как разогнать, так сказать, новый канал. Потому что мы все понимаем, что когда у вас 0 подписчиков или 100 подписчиков, ощущение, что ты бьешься головой об стенку, бьешься, 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 когда появляется 150-й подписчик, потому что такая победа. Сейчас мы, кстати, стали ощущать, что когда мы собрали где-то 5-6 тысяч подписчиков в YouTube, дальше пошло гораздо проще, гораздо быстрее. Это вот такой, может быть, переломный в каком-то смысле момент. Безусловно, мы отправляем видео каким-то коллегам, друзьям, у нас есть специальный чат, где мы просим, ребята, пожалуйста, посмотрите, оставьте лайк, прокомментируйте. Комментарии, кстати, если вы просите оставить не меньше 7 слов, это вы знаете. Сам проект, сам канал всегда отвечает на какие-то комментарии. Тратим деньги на продвижение. На первых порах это обязательно история, но мы тратим относительно много, там 200, 300, 500 рублей. Для некоторых топовых материалов побольше, но мы считаем, что таким образом и YouTube с нами коммуницирует, взаимодействует и видит, что у нас достаточно богатая и большая история взаимодействия с их рекламной площадкой. Даже при разрешении, может быть, каких-то споров и так далее. У меня было так недавно с Instagram, мы разблокировали наш аккаунт в Instagram благодаря тому, что у нас была хорошая история взаимодействия с Facebook, рекламного взаимодействия. Окей, тогда тезисно. В общем, здесь вы все видите, скрины, фотографии, это понятно. Прямые трансляции. Прямые трансляции – это классно, это хорошо работает, но обязательно тема. Мы в какой-то момент просили Нияза Гатаулина, который у нас работает, постоянно делать прямые трансляции, да хоть с чего. Ну какой-то городской праздник, ну давай городской праздник. Сейчас мы точно для YouTube будем просить его, и он сейчас точно выбирает только те темы, которые будут захватывать широкую аудиторию и интересовать ее. Стараемся активно взаимодействовать с подписчиками, с аудиторией в офлайн. Ну вот история про подробности спасения пса из гаража – это пример, как, в общем-то, все зоозащитники, какие-то активисты местные выходили на нас. Там была вообще-то огромная история, там, обсуждения. Давайте поедем прямо сейчас, взломаем этот гараж. Почему нам нельзя взять там какой-нибудь ломик, разломать его и так далее. Очень много таких было комментариев. Руслан общался практически со всеми, это был хороший такой эффект. Проводили мы какие-то благотворительные акции под Новый год, собирали подарки, вернее, деньги на подарки конкретным воспитанникам благотворительного фонда «Мама Казани» и так далее. Вот это команда проекта. Все просто, базовая версия, но стараемся как-то иногда расширять, что-то делать. И теперь про наши попытки работы… 5 минут есть еще у нас? Наши попытки работы с TikTok и другими новыми платформами. Смотрите, честно, здесь есть человек, который сподвиг нас на разные эксперименты в TikTok, Дмитрий, если не ошибаюсь, Лукин. Когда у вас был замечательный стрим в рамках фестиваля «Вместе медиа» в онлайне, когда он рассказывал, как работает канал 360 в TikTok, что он делает, что он пробует, какие подходы. И именно тогда мы решили, что мы будем вообще экспериментировать абсолютно по-разному. Давайте мы сейчас просто переключимся тогда на наш TikTok ненадолго. Значит, вот этот ролик, скажем так, он достаточно нестандартный, он любопытный, но он набрал 2,5 миллиона просмотров в TikTok. Может быть, благодаря ему у нас 45-47 тысяч подписчиков, я сейчас точно не скажу, чуть-чуть покажу. Короче говоря, мы экспериментировали очень по-разному. Мы знаем, что у некоторых медиа есть так называемая, не будем называть, говорящая голова, но есть какой-то ведущий, спикер, который делает такой заход, и потом какая-то идет нарезка видео, каких-то кусочков интересного материала. Мы взяли актера, который играл колхозника, он ходил по автосалонам Казани, и говорил, ну, мне вот, я приехал из Аксубаева, мне нужно машину какую-нибудь там. Ну, что там, Мерседес, а что-то, картошку можно погрузить? Ну, как в багажнику, нормально, слушай, вообще, да, сколько стоит? Что-то дороговато, а что? Вот, мы прошлись по пяти автосалонам, мы сделали, можно, наверное, остановить, люди посмотрят, если заинтересуются, мы сделали рейтинг автосалонов с точки зрения доброжелательности, потому что вы все знаете, те, кто покупал или как-то был, соприкасался с историей покупки машины, что очень часто в автосалонах, несмотря на то, что ты приходишь с желанием купить достаточно дорогой товар, к тебе относятся к окну последнему там, ну, пришел кто-то, пусть ходит, смотрит. Вот, то есть, для нас это повод проранжировать, проверить эти автосалоны с этой точки зрения. Вот мы взяли несколько казанских автосалонов, так их проверили. Значит, эксперименты в ТикТоке, в чем они заключались? Сначала мы пробовали, как вот Дмитрий советовал и другие эксперты, у нас Артур Кортес выходил в эфир, такой небольшой ролик лично, и пытался через свой личный там такой бренд что-то рассказывать. Например, он делал какие-то юмористические там заметки, он делал такие подборки, например, песен, а помните, песню там, песню «Руки вверх» какую-то, допустим. А знаете ли вы, что эта песня на самом деле была сочинена там за 10 лет до них? И потом кусочек видео с оригиналом, да? Как-то это не сильно заходило. И потом Руслан, другой вот наш автор, он просто стал самые такие эмоциональные, интересные свои материалы нарезать на короткие кусочки. Причем вот вы видели, если опять мы вернемся к ТикТоку, там, по-моему, есть надпись, часть первая. Грубо говоря, он сюжеты нарезал на несколько, да, на несколько кусочков. И таким образом он заставлял людей, которым нравится этот материал, просматривать еще второй и третий в нашей ленте. У нас вторая и третья часть собрали, по-моему, там по 150, по 200 тысяч просмотров. Неплохо. Но я должен сказать, что с тиктоковскими рекомендациями, алгоритмами мы пока, так скажем так, до конца не справились. То есть мы видим, что какие-то материалы залетают, но, например, в последнее время тенденция у нас идет на снижение. Там некоторые материалы набирают 10, 15, 30 тысяч просмотров, но так, чтобы выстрелило, как, например, этот, такого очень и очень мало. Вот. Но я так понимаю, что материал зашел, ну, может быть, благодаря тому, что это был такой, знаете, накопленный эффект. То есть мы выпустили несколько в тикток таких вот эмоциональных материалов. Там была история про собаку, то же самое. Там была история про бабушку, которую в подъезде поселили ее родственники, и она просто там, типа, год жила в подъезде. Ну, вот мы про нее рассказывали. В тиктоке эти материалы набирали 100-200 тысяч просмотров. И вот этот, например, выстрелил. Там 2,5 миллиона просмотров. Другой интересный момент. Вот, например, в Инстаграме вот эта история, как сын выгнал мать из дома, и она живет в подъезде, собрал 395 тысяч, при том, что у нас подписчиков 45 тысяч. Мы для этого ничего не делали. То есть история, которую, может быть, кто-то репостил, может быть, кто-то пересылал друг другу, может быть, роботы Инстаграма хорошо отреагировали. Честно, сложно сказать. И вот продадут ли колхознику авто премиум класса на нашем Яндекс.Дзене, собрал, по-моему, около 600 тысяч просмотров. А, 900 тысяч просмотров я сегодня смотрел. Вот делаю вывод небольшой. Послушав Дмитрия, послушав каких-то других экспертов по ТикТоку, по каким-то новым платформам, все, что мы, грубо говоря, для себя вывели, основное, это то, что, первое, нужно стараться минимальными, насколько это возможно, средствами, решениями, экспериментировать и пытаться... Ну, в ТикТоке алгоритмы вы, наверное, слышали примерно, как это работает. Там нужно 2-3 недели в новом формате, если вы его выбрали поработать. Потом, если этот формат не работает, попробовать переделать и заново запустить. Мы вообще запускали в какой-то момент 3 или 4 параллельных канала Татарстанда в ТикТоке. И вот один из них сейчас более-менее выстрелил, ну, там 45-46 тысяч подписчиков, давно не смотрел. При этом мы параллельно запускаем там и по другим нашим проектам тоже такие попытки делать разные-разные абсолютно ТикТок. И некоторые из них реально выстреливают. Вот история, например, с митингами 23-31. У нас она в ТикТоке, который у нас ребята запустили параллельно, буквально с нуля, она там хорошо выстрелила. Там около 200-300 тысяч просмотров. Как это работает, я, наверное, до конца сам не знаю. То есть нет здесь такого решения универсального. Но самое главное – работать, экспериментировать. Если есть какие-то вопросы, комментарии, готов ответить. Спасибо. У меня два вопроса. Один о тонких материях, первой Мирском. Вам какое можно задать? Еще раз. У меня два вопроса. Один о сложных экспериментах. Задавайте так, чтобы только организаторы не сказали, что слишком долго. Я тогда с простого, в смысле, с бытового. Поэкту в нынешнем формате около года. Да. У вас команда подачи на порядка 10 человек. Только они собирались очень по крупицам. Вот. Да. То есть прямо сейчас около 10. Да. Они сидят в отдельном офисе. Да. Один из них постоянно занимается таргетингом. И у вас выходит 2-3 видео в день. Да. Что насчет монетизации? Откуда деньги? У нас большое агентство. Мы в течение первого года так и ставили себе задачу, что мы разработаем этот продукт. Мы создадим его. И затем мы начнем его монетизировать. Сейчас, в прошлом году, во-первых, мы участвовали в большом федеральном гранте на работу по теме благотворительности. И вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. У нас порядка 20 работ в формате видео о том, как разные волонтеры, разные фонды, благотворительные фонды помогают, ну там, не знаю, например, женщинам, оставшимся там, ушедшим из дома после домашнего насилия. Вот такие вот темы. И, в принципе, там, хороший грант мы получили на эту часть. Это один вариант. Второй вариант. Мы так или иначе пока компенсируем это другими проектами. Но вот с этого года мы уже сейчас, понятно, что у нас будут какие-то нативные интеграции. Вот буквально сегодня я с рекламным менеджером встречался, и мы проговаривали, какие рекламные форматы мы можем предложить нашим партнерам. Потому что в основном наше агентство мы работаем с крупными проектами, с крупными заказчиками, компаниями и так далее. И сложный? Сложный. Там уже немножко касались сегодня этой темы на разборе видео по поводу того, чем отличаются блоги от журналистов. Там было бы то, что у журналистов есть профессиональная ответственность. А еще, вот когда с самого начала, в самом начале вашей презентации мы посмотрели это видео, очень клевый, смешной опрос. Депутатов. Есть все такой принцип, типа общественная значимость. Журналист по идее руководствуется общественной значимостью. Я для себя теоретически могу, в принципе, немножко извернувшись, сформулировать, чем может быть общественная значимость. Я не прошу вас это делать. А вообще существует внутри коллектива какая-то редукция, какая-то дискуссия по этому поводу, какое-то понимание, типа вот мы блогеры или мы журналисты? Ну, вы знаете, я здесь для себя, с ребятами, с коллегами, мы, когда запускали этот проект, когда мы беседуем, в первую очередь мы говорим о том, работаем мы на какую-то конкретную аудиторию и как мы на нее работаем, помогаем ли мы ей. Если вы посмотрите в наш контент, да, у нас где-то порядка 50-60% материалов, это материалы, рассказывающие о каких-то конкретных проблемах. Условно, ну, она может быть такая не очень сильно заметная проблема. Допустим, у нас там был микрорайон, в котором ребята ходили в школу по мостику, разваливающемуся через ручей. Причем они его выложили чуть ли не сами, какими-то бревнышками. Буквально недавно на этом месте построили новый мост. И нам даже ребята написали, которые участвовали в этом сюжете, что слушайте, спасибо, может быть, это благодаря вам в том числе у нас появился все-таки новый мост. Нам теперь не приходится 2 километра обходить этот ручей, ну, через другой мост. Вот, и, ну, я ребятам всегда говорю, это мое внутреннее, да, история, убеждение. Мы можем создавать сколь угодно такой социальный продукт, но это внутреннее с каким-то убеждением, что мы помогаем. Безусловно, это важно. Но иногда я говорю, ребят, вот давайте пойдем как бы чуть с другой стороны. Вы хотите, чтобы все-таки этот материал был заметен и интересен аудитории, или вы хотите, ну, просто рассказать о чьей-то беде? У нас очень много разных проектов в рамках нашего агентства. И я даже иногда говорю, ребят, давайте мы лучше расскажем это просто в виде поста, статьи. Отправим туда журналиста, у нас есть несколько партнерских изданий, медиа, да. Давайте мы отправим лучше туда журналиста, они лучше расскажут эту историю, чем мы своими выразительными способами. Или там, ну, я понимаю, что это не сильно такая тема, которая может выстрелить в нашем формате. Вот, наверное, я могу так это прокомментировать. Хотя, конечно, бывают там какие-то успехи, неудачи, кому-то мы помогаем, кому-то что-то подсказываем. Тут вот это каждый день почти эксперименты, зайдет, не зайдет, получится, не получится. Спасибо большое. Спасибо, друзья. Если у кого-то еще есть вопросы, вы можете лично к Сергею подойти. Спасибо, что дали время. Рад был вам рассказать о нашем проекте. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова